В Казахстане 8 вечера, значит в эфире информбюро. С вами Ирина Евгеньева. Как всегда, честно, о важном. Смотрите сегодня. Бесконтрольная торговля. На популярных маркетплейсах казахстанцам продавали холодное оружие. Сколько фактов выявила транспортная прокуратура? К сожалению, уже зарегистрировано 116 фактов. Как теперь будет регламентирован этот вопрос? Фиктивный техосмотр. Учет мопедов обнажил проблему контроля технического состояния двухколесного транспорта. Почему нет станций, которые способны проводить проверку? Станция, которая проводит техосмотр, не предназначена для мотоцикла. Кто из госслужб отвечает за это? Прилетайте к нам. Россия просит казахстанские авиакомпании зайти на их рынок. Почему возникла такая необходимость? Наблюдается проблема в целом с приобретением разрешенных судов. Есть ли у наших авиаперевозчиков ресурсы? И не отразится ли это на качестве полетов внутри нашей страны? Еще одна попытка. Активисты собираются отправить в парламент подписи об отмене единого часового пояса. Сколько голосов они собрали? Мы не согласны с этим временем. Мы просим вернуть нам этот час. И каковы шансы на то, что их услышат? Ведь петицию уже отклонили. 116 фактов незаконного провоза холодного оружия выявили в Казахстане с начала года. Примечательно, что в 55 случаях товар был куплен на популярных маркетплейсах. Как комментируют эту ситуацию представители торговых площадок и что ждет покупателей нелегального оружия, узнавал Арман Сарсенбаев. Меморандум по выявлению и блокировке продажи и рекламы запрещенных предметов подписали правоохранители с ведущими международными торговыми интернет-площадками. Причиной стал рост регистрации преступлений по провозу в Казахстан холодного оружия. К сожалению, уже зарегистрировано 116 фактов ношения провоз кастетов и других предметов холодного оружия, которые выявлялись в ходе досмотра на АЖД вокзалах, в аэропортах. По ним виновные лица привлечены к уголовной ответственности по статье 287 Уголовного кодекса. При этом следует отметить, что в ходе расследования уголовных дел по 55 таким фактам было установлено их приобретение на маркетплейсах. По словам операционного директора одной из популярных торговых площадок Казахстана, прежде чем объявление публикуется, оно проходит два вида модерации. Что касается холодного оружия, то по правилам маркетплейса размещать можно только кухонные ножи. Однако, несмотря на ручную проверку, порядка 150 тысяч объявлений в месяц иногда и такой способ даёт сбой. Это бывают всякие ошибки, это бывает, что оно проходит автоматически. У нас настроены фильтры, также мы активно сотрудничаем с департаментом полиции. Если вдруг выявляются такие факты, либо нашими силами, либо же сторонними, то мы сразу блокируем такие объявления. Как пояснили в Министерстве культуры и информации, за год было выявлено порядка 170 правонарушений, связанные с размещением запрещенных предметов. Из них около 80 найдено на маркетплейсах. В Министерстве культуры и информации пояснили, что ждёт интернет-ресурсы, отказывающиеся удалять противоправный контент. Мы её контролируем путём мониторинга информационного пространства. И в случае выявления мы незамедлительно принимаем меры либо реагирующего характера. И в случае, если уже нет никакой реакции с обратной стороны, тогда мы поднимаем меры по блокировке. Правоохранители предупреждают, что приобретение холодного оружия через маркетплейсы незаконно. За это предусмотрена уголовная ответственность. Арман Сарсенбаев, Кублан Утигенов, Информбюро, Астана. Три человека пострадали в результате обвала горной массы на шахте «Саранская» в Карагандинской области. ЧП произошло поздно вечером 14 октября, но известно о нём стало только сегодня. Поступил больной с множественной политравмой. Оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены оперативные вмешательства. В настоящее время состояние больного тяжёлое, стабильное. Получают дальнейшие лечебные мероприятия. 41-летний шахтный комбайнёр Александр Руди попал под обвалившийся комок горной массы. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, повреждения лёгких и оскольчатые переломы рёбер. Он в реанимации. Пока врачи не дают прогнозов. Позже за медпомощью обратились ещё два шахтёра, 35 и 36 лет. У одного переломы рёбер, у второго ушибы лица. По словам супруги пострадавшего Дианы Руди, Кормет обеспечил её транспортом, чтобы она могла ежедневно ездить в Караганду в больницу к мужу. Само предприятие четвёртый день не комментирует это происшествие. С работником шахты Саранска АО «Кормет» произошёл несчастный случай на производстве. После получения заключения в рамках действующего трудового законодательства будет проведено расследование, в ходе которого будут определены причины, обстоятельства, а также выводы комиссии. О результатах будет сообщено дополнительно. Владельцы двухколёсного транспорта говорят, что уже много лет проходит техосмотр номинально. Теперь же, когда и мопеды признали полноценным транспортным средством, проблема обострилась. Многие станции стали отказывать мотоциклистам в техосмотре из-за отсутствия специального оборудования и размытых требований. Нина Шапора скажет подробнее. Екатерина Корчагина – байкер со стажем. Не скрывает, что вместо полноценного техосмотра много лет проходит диагностику фиктивно. Двухколёсного друга на станции просто фотографируют и выдают бланк. Исправен ли железный конь, никто не смотрит. У нас действительно, даже не задумывалось об этом, действительно не прописаны нормы прохождения техосмотра для мотоцикла. Даже сама станция, которая проводит техосмотр, не предназначена для мотоцикла. То есть это яма, это барабаны для проверки тормозов и так далее. То есть она технически только для автомобиля предназначена. Техосмотр на самом деле – это просто формальность, это бумажка, то есть это фотография и всё, и поехали. В Ассоциации операторов техосмотра тоже бьют тревогу. Правило – это ещё полбеды. По всей стране нет ни единой станции, которая полностью была бы оборудована для техосмотра мотоциклов. Вот эта техника нигде не работает. Мы в этом обвиняем инспекцию и Казавтожол. Казавтожол – это единый оператор, который должен проводить мониторинг деятельности технического осмотра. И за нарушение всех наказывать. Но Казавтожол этого просто не делает. А инспектор, ни один в республике инспектор не имеет права пойти на станцию и посмотреть, оборудована ли она каким-то оборудованием. Чтобы убедиться в том, что в сфере техосмотра творится бардак, в Ассоциации даже устроили небольшой информационный рейд. В Минтранспорте отмечают, что правила прохождения техосмотра прописаны для всех видов автотранспорта, в том числе и мопедов. А проходить диагностику могут мотоциклы на тех станциях, где есть универсальный тормозной стенд. Казавтожол, национальная компания, на сегодняшний день у нас является оператором технического осмотра. Но, к сожалению, у нас сегодня идет передача операторства САУНИД в КАШ. И этот процесс еще не завершен. В этой связи КАШ не организовал на сегодняшний день заседание рабочей группы и не сформировал их. В Ассоциации центров техосмотра отмечают, что из-за беспорядков в этой сфере крупный бизнес вкладываться в развитие станций не хочет. А те, кто уже работает, тратится на оборудование, не спешит. Ведь никто их не проверяет. Владельцев электрокаров, заряжающих авто у себя дома, может ждать штраф. Поправки по эксплуатации электромобилей вступили в силу в сентябре. В каких случаях разрешено заряжать машину у домашней сети? И как узаконить зарядки, установленные до вступления в силу поправок? В тонкостях правил разбиралась Анастасия Новикова. Свой электрокар Даньяр Акатаев заряжает дома с помощью электрозарядной станции. По словам мужчины, максимальная мощность станции 7 киловатт. Электрокар требует подзарядки раз в 3-4 дня. От 0 до 100 процентов аккумулятор заряжается около 10 часов. Мы оставляем на ночную зарядку. Мы просто в частном секторе живем. Из-за этого нам удобнее дома заряжаться и дешевле выходит по цене. Если нужно, будет полностью узаконим тогда по документации, как нужно будет. В Министерстве энергетики рассказали, что в случае, если мощности достаточно, зарядка электромобиля не превышает разрешенную, и у вас не выбивают счетчики, владельцы могут подключать станции без дополнительных согласований. Если нет, потребуется модернизация сетей и новые технические условия. Если выбивают, то надо будет идти получать новые технические условия, усилять свою сеть и заключать соответствующий договор, как не выталовый потребитель. Для электрозарядной станции, если у вас мощная электрозарядная станция. Эксперты считают, что эта мера необходима, так как дефицит электроэнергии продолжает расти. Для подключения зарядных станций к электросетям требуется соблюдение технических требований, чтобы избежать перегрузки линий. При этом на спрос на электрокары эта мера сильно не повлияет. Те, кто хочет приобрести, те, у кого он есть, те должны уже сейчас об этом задуматься. Именно сейчас, пока не вступил в силу, сделать это более-менее легким путем. Я считаю, что эта норма вполне обоснованная, требования ее адекватные, бояться тут не надо. В случае нехватки мощности для легализации электрозарядной станции в частных домах нужно обратиться к энергопередающей организации для получения тех условий. В многоквартирных домах получение технических условий обязательно. Исключение, если застройщик предусмотрел точки для подключения зарядки. При этом в Минерго напоминают, незаконное подключение к чужим электрическим сетям влечет внушительный штраф. Из-за нехватки гражданских самолетов в России казахстанских перевозчиков просят прийти на помощь. Речь идет о так называемых каботажных перевозках, когда иностранная авиакомпания обслуживает внутренние рейсы в другой стране. Переговоры инициировало Министерство транспорта соседней страны. На фоне санкций российские авиакомпании столкнулись с нехваткой бортов и запчастей к ним. Уже третий год в Россию запрещено поставлять авиадетали из-за рубежа. При том, что по геополитическим причинам многие россияне стали предпочитать внутренний туризм зарубежному. Поэтому Министерство транспорта России рассматривает помощь Казахстана и других соседних стран, чтобы покрыть спрос на перелеты. Однако казахстанские эксперты отмечают, что помочь казахстанские авиаперевозчики вряд ли смогут. У нас не хватает бортов для нашего тоже рынка. Поэтому говорить о том, что Казахстан сейчас может решить вопросы наших соседей, я думаю, что это, наверное, неправильно нам бы внутренний рынок обеспечить. Помимо того, что сейчас наблюдаются проблемы в целом с приобретением воздушных судов, есть еще и вопрос технического обслуживания этих воздушных судов. Тоже цепочка логистическая прервалась. Крупный пожар в жилом комплексе в центре Алматы мог произойти из-за взрыва. Так говорят жильцы ЖК. Но точную версию озвучат специалисты ЧС после завершения расследования. Это происшествие стало поводом задуматься о страховании жилья. Тем более, что ранее такую инициативу озвучивали в МЧС. А Норман Гельзинов расскажет подробнее. Предположительно, возгорание началось на последнем этаже в пентхаусе. Практически молниеносно огонь перекинулся на крышу соседней квартиры. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели. По факту пожара отделом дознания Департамента ПЧС города Алматы начато досудебное расследование по статье 204 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время назначен ряд соответствующих экспертиз, по заключению которых будет установлена причина пожара и материальный ущерб. Ущерб весьма существенный, говорят жильцы. Из-за пожара пострадали более 20 квартир. Большинство из них затопило водой. Вместе с тем люди остались без электричества, воды и отопления. Около недели в доме не будет благ цивилизации, говорят жильцы. А еще предстоит большой ремонт. Говорили, что там был ремонт в квартире наверху, и там какой-то взрыв произошел. Что там произошло, мы не знаем. Мы все ждем заключения от МЧС или пожарных, кто должны дать. В начале осени в МЧС рассказали о планах внедрения обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Специалисты в сфере страхования поддерживают такую инициативу. Условия, правда, должны быть приемлемы и для всех казахстанцев. Скажем так, у кого от зарпада 150 тысяч денег, конечно, это для них будет неподъемная сумма. Я думаю, что государство здесь тоже должно понимать. Может быть, допустим, для регионов или для малоимущих семей могут быть какие-то определенные тарифы. Это, опять же, будет решать государство. Но, конечно, если человек получает 150 тысяч тенген, он ни о каком страховании, давайте говорить прямо в лицо, речи не будет. Быть может, нынешний крупный пожар станет поводом задуматься о страховании недвижимости. Но сделать это могут лишь обеспеченные граждане. Ануар Амангельдинов, Ринат Абулхайров, Информбюро. Ну а сейчас короткая реклама. Смотрите далее в Информбюро. Еще одна попытка. Активисты собираются отправить в парламент подписи об отмене единого часового пояса. Сколько голосов они собрали? Мы не согласны с этим временем. Мы просим вернуть нам этот час. И каковы шансы на то, что их услышат? Ведь петиции уже отклонили. Нету правы. Егери жалуются на безнаказанность браконьеров. У него есть, скажем так, покровитель, правоохранитель. Какой ущерб причинен? С чем приходится сталкиваться? На 10 вакансий 73 соискателя. В Казахстане растет конкуренция за рабочие места. В каких отраслях больше всего? Больше всего ищут таких специалистов, как продажи, обслуживание клиентов. Какие цифры по безработице? Карагандинские активисты не оставляют надежды вернуть время назад. Напомню, первую петицию о возврате прежнего часового пояса отклонили после рассмотрения комиссии. Общественники подали вторую, но ее не приняли. Теперь они решили собрать живые подписи на бумаге. Автографы оставили уже больше 32 тысяч человек. У нас забрали часа, украли лето. В этом году никто не смог нормально ни летом погулять в парке, ни отдохнуть после работы. У людей время просто пролетело. Мы его проспали. Мы его проспали за плотными закрытыми шторами. Мы говорим о том, что мы не согласны с этим временем. Мы просим вернуть нам этот час, который был у нас украден. Общественники бросили клич в социальных сетях, организовали точки сбора подписей и на сегодня собрали уже более 32 тысяч. И число подписей растет. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов. По словам депутата Армана Халыкова, мажористмены намерены пригласить трех министров здравоохранения, энергетики и торговли и снова обсудить наболевший вопрос. И если министры не смогут привести убедительные доводы, решение о переводе часов могут пересмотреть. Юристы говорят, сбор живых подписей вполне правомерен. В АППК там нет никаких норм о том, что есть какой-либо запрет на то, чтобы повторно подавалась петиция о том же предмете. То есть там есть глава в АППК, где предусматривает порядок подачи, рассмотрение петиции. Ее можно и в электронном виде, и в бумажном виде подать. И там два вида решений, которые принимаются. В Казахстане растет конкуренция за рабочие места. По данным рекрутинговой площадки HeadHunter, на 10 вакансий в среднем приходится 73 соискателя, что на 32% больше, чем в прошлом году. Хотя официально число безработных в стране на том же уровне. Как работает эта статистика и в каких отраслях самая высокая конкуренция, расскажет Эльмира Ержанова. Самая большая конкуренция на рынке труда, как ни странно, у охранников. В сфере безопасности на одно место претендует сразу 15 человек. Связано это с тем, что охранников требуется мало. Прирост составил всего 3%. Зато желающих работать за год стало больше на 53%. Также много конкурентов в области искусства, развлечений, масс-медиа, стратегии, инвестиций и консалтинга. За третий квартал этого года заявки о поиске работы оставили 200 тысяч казахстанцев. При этом 60% объявлений о найме из Алматы и Астаны. Больше всего ищут таких специалистов, как продажи, обслуживание клиентов. На втором месте маркетинг, реклама, пиар. Третье место – это рабочий персонал. Четвертое – спортивные клубы, фитнес, салоны красоты. И на пятом месте у нас автомобильный бизнес. Самая низкая конкуренция в сфере финансов, автомобильной отрасли, в секторе производства и сервисного обслуживания. В рекрутинговой компании отмечают, что количество резюме не равно числу безработных. Работу ищут и те, кто трудоустроен, но думает сменить профессию. Между тем, официальный процент безработицы прежний – 4,7. Экономист Ануар Нуртазин считает, что цифра занижена. В действительности в Казахстане очень высокая безработица. Особенно безработица очень высокая среди молодого поколения, которое не может себе найти места. И безработица является так называемый, имеет шифт по специализации. То есть люди, которые, условно говоря, отучились по одному себя, по одному образованию, не могут в рамках этого образования найти работу. И, соответственно, работают совершенно в другой сфере. И, соответственно, у нас этот показатель достигает около 50%. В разрезе регионов, по данным рекрутеров, меньше всего новых рабочих мест в Казалардинской, Жамбульской областях и Алматы. В Туркестанской области новых вакансий вообще нет. А вот наибольший дефицит сотрудников в Североказахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областях. Что касается зарплаты, которую хотели бы получать казахстанцы, то она в среднем составляет 300 тысяч тенге в месяц. В Карагандинской области не могут найти управу на браконьеров. Егери нарушителей ловят, а полиция отпускает. При этом убытки, которые наносят нелегальные охотники и рыболовы, исчисляются миллионами. Почему вину преступников так сложно доказать, выясняла Людмила Батюшкина. Что делаем? Что делать? Вместе с лодкой купили? Все надо делать. Сейчас опергруппа приедет, расскажет, что надо делать. Рыбу взвешиваем и все. Заплатите иск хотя бы там 1500, чтобы не повадно было. Оба эти видео сняты 3 сентября. В лодке было почти 170 килограмм ценных пород рыбы, еще 160 в машине. Уголовные дела не только не дошли до суда, но даже не расследуются, уверены охотинспекторы. На лодочку такое количество килограммов рыбы невозможно поймать. А все это осуществляется именно сетями. Уже неоднократно ловился этот человек. И периодически он нам заявлял уже егерской службе, что у него есть, скажем так, покровители правоохранительных органов. Ранее у браконьера в машине находили трех убитых косуль, в другом случае крупную партию рыбы. Никаких разрешений не было, однако дела закрыли. В полиции ответили, что по рыбе не нашли состава преступления, а по косулям – виновного лица. Согласно их показаниям, они говорят, что приехали, уже на тот момент эта рыба там находилась. Они ее как бы взяли. Факт незаконной добычи рыбных ресурсов они отрицали. На основании этого было принято решение. Есть понятие презумпции невиновности. В Казахстане сети запрещены, говорят рыбоинспекторы. А на удочку разрешено ловить лишь 5 килограмм рыбы. При этом у рыбаков-любителей должны быть путевки именно на этот водоем. А у промысловых рыбаков разрешение на лов. У человека всегда должны быть расширенные документы. Или путевка, или расширение на провоз. В том числе и ветеринарная справка. Все документы должны быть. Смотря от количества и веса рыб, подвидового состава рыбы, это все взвешивается, актируется. Если превышает 100 МРП, то это уже уголовные дела. По новым уголовным делам проводят следственные действия, уверяют в полиции. Назначили экспертизы. Официально, по данным правовой статистики, браконьеров в Бухаржираусском районе нет. А егери и охотинспекторы говорят, что их работа идет на смарку. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. В Алматы состоялась официальная церемония открытия Центра дистрибуции запасных частей и аксессуаров компании «Тойота». Огромный склад площадью 10 тысяч квадратных метров оснащен инновационными системами автоматической обработки. Также компания запустила уникальный Центр обучения персонала «Академия Тойота». Центр дистрибуции запасных частей и аксессуаров действительно может похвастаться передовыми технологиями и автоматизацией. Стопроцентное разделение людей и техники гарантирует безопасные и эффективные условия работы. Уже сейчас эффективность складских операций возросла на 23%, и «Тойота» нацелена на увеличение этого показателя до 30% до конца года. «Это событие важно не только для «Тойота» в Казахстане и Кыргызстане, но и для нашего более широкого европейского подразделения, так как этот регион остается и продолжит оставаться важной частью нашей деятельности». «Академия Тойота» будет готовить профессионалов нового поколения. Организация намерена активно расширять образовательные программы, обмениваясь опытом и интегрируя лучшие практики местных образовательных структур. Это также создаст возможность для профессионалов из ближайших стран Центральной Азии. В своем центре дистрибуции «Тойота» активно внедряет экологически чистые технологии, включая использование солнечных панелей для освещения. Эти меры позволяют не только снижать углеродный след, но и продвигать идеи устойчивого развития. Кроме того, «Тойота» стремится создать инклюзивную рабочую среду. Доля женщин среди сотрудников возросла до 30%, что подчеркивает приверженность компании к равенству и возможности для всех. «Миссия «Тойота Академии» заключается в том, чтобы стать Центрально-Азиатским центром знаний «Тойота», где мы сможем предоставлять образовательные программы полного цикла, которые будут непрерывно улучшать профессиональные и лидерские компетенции членов «Тойота». Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Казахстане Ямада Джун отмечает, что открытие подобных центров – символ доверия двух культур – Японии и Казахстана. Чемпион «Кения Сансет» – черный гранулированный кенийский чай. Вкусный, насыщенный, ароматный. Не содержит красителей. В этом году торговая марка «Чемпион» получила знак качества «Безупречно» от Национальной лиги потребителей Казахстана. Выбирайте только безупречные продукты. Продолжение следует...